Вот так. Современные ситуации в мире в свете материализированного понимания истории. Вполне понятно, что эта лекция является прямым продолжением первых двух лекций, где были сложены все основные понятия материализированного понимания истории. Поэтому те, кто на тех лекциях отсутствовал, то вероятно для них будет таки трудно разобраться в том, что будем говорить. Но, к сожалению, у нас время настолько проживает, что и не имея возможности, все это сказано ранее путешествовать. Вы, вероятно, знаете, что с точки зрения марксизма всемирной истории есть объективный, единый процесс, который заключает себя в качестве частями истории отдельных стран, и отдельных народов. Вот такое понятие. Этот риск истории, он риск поступательного развития, смену общественной экономической формации, которые являются типами общества, основными типами общества, и стадиями всемирно-исторического развития. Это такое понимание истории обычно называется унитарным, стадиальным. Это же единый процесс. В этом процессе есть поступательные стадии развития. Но надо сказать, что вот такое унитарное, стадиальное понимание истории, нужно понимать пора с ним. Все мы, кстати, согласны с тем, что в истории есть процесс развития и смены общественной экономической формации. С этим никто не спорил. Скоро обычно идут вопросы, сколько этих формаций. Три, четыре, пять. Эти вопросы, выроскать, не принципиально. Это вопрос много. А вот другой вопрос является принципиальным. Перед нами смена, скажем, схема смены общественной экономической формации. И возникает вопрос, а что означает эта схема? Это что? Схема, которую должны подчинить каждое конкретное общество. То есть каждое конкретное общество, российское, французское, английское, должно пройти все общественные экономические формации. Вот это одна интерпретация. Ее обычно называют линеарной или линейно-формационной. А здесь и другая. Согласно которой, общественная экономическая формация из прежде всего стадии всемирной истории. И не обязательно стадии развития конкретного общества. Одна формация может представлены одними обществами, и, допустим, у них происходит передача исторического наследия от одной группы общества к другой группе общества. Происходит то, что можно назвать историческое историческое. Вот такое понимание обычно называют глобально-унитарным пониманием. И, допустим, общественные экономические формации из прежде всего стадии развития общества. Не обязательно, так сказать, вернее, можно сказать, что нет ни одного общества в мировой истории, в котором происходит. Там и большая одна-две и только. Больше мы их не находим. Вот это все. Что не мешает, конечно, вниманию общественно-экономической стадии как формации, как стадии мирового процесса. Надо сказать, что глобальное информационное понимание истории оно уделяет огромное влияние связям не только вертикальным, то есть между отдельными стадиями развития общества, но и горизонтальные связи между конкретными обществами, взаимодействие и влияние этих конкретных обществ друг на друг. И поэтому оно допускает, что кроме основных типов общества, те, которые называются общественно-экономическими формациями, существовать могут и не основные типы. Что кроме магистрального развития, есть еще и боковые развития и так далее, и так далее. И то есть процесс истории гораздо сложнее, чем иногда кажется с точки зрения материалистического понимания истории. Надо сказать, что одной из самых важных особенно исторического процесса является неравномерность исторического развития. Одни конкретные общества, я предпочитаю называть социально-историческими организмами, или, коротко, социорами, могут уйти вперед, а остальные могут остаться, задержаться на той или иной стадии. И поэтому, как бы, в любую эпоху, после возникновения класса в государстве, обычно существовали разные исторические миры. То есть общества приняли к разным типам общества. Были общества отставшие, были общества передовые. Но, правда, надо сказать, что потом, когда об этом говорить стали, то было слово отсталый признан обидным, поэтому стали говорить о развитых обществах, развивающихся обществах. Но это все пустяки, конечно. Так вот, надо сказать, что на каждой стадии развития общества есть такие организмы, которые достигли самой высокой стадии развития. Вот эти организмы можно назвать высшими супереворными организмами. Вот эти организмы самого высокого до того времени типа образуют системы обычные, мировые системы. И эта мировая система является центром исторического развития. А все остальные социально-исторические организмы отставшие в развитии образуют историческую периферию. Во-вторых, это касается в основном общества классного. Значит, всегда существовал деление на исторический центр и на историческую периферию. Вот это очень важно для понимания истории. Так вот, как происходит смена общественно-экономической партии в общем-то? И, пожалуйста, какие существуют в форме вот этих мировых систем? Мировых не в том смысле, что они охватывают весь мир, а такие системы, учет от которых нельзя понять, мировую историю. Так вот, смена общественно-экономической партии происходит как в форме смены мировых систем социально-экономических организмов. Вначале была система, которая существовала на Ближнем Востоке. Вот, эта система была, ее называют обычно, древневосточной. Вот она была мировой системой, была центром мирового исторического развития. Дальше возникла другая система, которую называют обычной античной системой. Это Средиземноморье. И к ней перешла роль центра исторического развития. И произошла смена эпох. Эпоха Древнего Востока сменилась эпохой античной. Следующий шаг возникновение феодальной мировой системы, которая тоже стала центром развития античной, исчезла. Наступила новая эпоха, эпоха Средних веков. Ну и наконец, когда возник капитализм, вот, возникла мировая капитализм, чечевская система. Она возникла в Западной Европе, там, где была раньше феодальная система мировая. Там, как видите, было перемещение, пространственная здесь. Мировая система на том же было месте, на котором была старая мировая система. Ну, вы знаете, что и наступила новая эпоха, которая получила название обычной историей эпоха нового времени. Так вот, надо сказать, что в возникновении капитализма резко изменила ход мировой истории. Ну, народ капитализм развелся двояк. С одной стороны, шло развитие вглубь, зрели, вызревали капиталистические отношения, происходили гуршазные революции, к власти приходила в гуржазии, общество и с феодальным стало капиталистическим. Но наряду с этим развитием ушло и другое развитие, какое-то постепенное втягивание в сферу вот этой капиталистической мировой системы всей исторической периферии. Понимаете, раньше историческая периферия можно было разделить на две части. Одна часть такая, на которую влияла мировой центр, оказывала разные влияния, позитивное и негативное влияние, и независимая периферия, на которую мировой центр не оказывал никакого влияния. Ясно одно, что античная мировая система никак не влияла на те цивилизации, которые существовали в Америке в юзнаниле. Просто никакой связи здесь не было. Вот. Это важно понять. А вот когда возник капитализм, то постепенно в сферу вот этой мировой капиталистической системы, которая вначале занимала только территория Западной Европы, постепенно были втянуты все до единого исторические организмы периферии, и возникла впервые, так сказать, мировая система социально-исторических организмов, состоящая из двух частей. Первая часть это исторический центр, мировая капиталистическая система, и остальная часть это периферия, и вся эта периферия оказалась зависимой. она оказалась под властью центра. Одни страны стали колониями западных держав, потеряли, так сказать, полный политический самостоятель, другие формально сохранили суверенитет, но оказались необычайно тесной политической экономической зависимости Запада. Колониальные страны и зависимые страны. Вот. Это причем надо сказать, что между вот этим историческим центром мировой системы капитализма и периферия существовала какая связь? Центр грабил периферию. Извлекал оттуда прибавочный продукт, который используется для дальнейшего развития стран Запада. И между прочим, без понимания того, что весь мир было плохо Данию в той или иной форме, нельзя понять успешное и быстрое развитие вот этой западной цивилизации или западного мира, как его называют, вот этой мировой системы капитализма. И надо сказать, что эти страны периферийные оказались не только в зависимости от капиталистического центра. Туда стал проникать капитализм. Там капитализм возник спонтанно только в одном месте в западной Европе, там, где была феодальная система. Там были созданы предпосылки к ее появлению. Вообще остальные страны мистерчишку капитализм капитализм хранит и западные европы и постепенно шаг за шагом весь мир становится капиталистическим. Вот. Дальше возникает как раз начатся баллы этих самых. Причем это было с неизбежностью. Вот иногда когда говорят о развитии стран, говорят, что та и страна может миновать ту или иную формацию, ту и две и три до когда возьмем капитализм, то каждая страна на какой-то стадии она не находилась, она с неизбежностью могла развиваться только в сторону капитализма. То есть не просто могла миновать, не могла не миновать все остальные стадии развития. Когда передовые страны, для них стало прошлым все остальные форматы, они стали прошлым для всего человечества, для того и кистану, который никогда этого не проходил. Возьмите попуасы новой глине, где существует государство, как вы знаете, сейчас, их открыли в 30-х годах в двухсловиях. Они же не первобыстно общину устроены. Ну и что? Они что, пройдут древневосточные стадии, античные, феодальные, ничего подобного. Я вот приеду, переходит в капитализм, мину и все остальное, но и другого-то пути нет. Невозможно. Так что не просто могут миновать, они могут не миновать. Это неизбежно. Значит, весь мир неизбежный становится капиталистическим миром. И тут возникает такая проблема. Но ведь если, скажем, все эти страны, периферии, под влиянием Запада, станут капиталистическими, и в таком случае все страны станут одного типа. Значит, сейчас нет различия между центром периферии, все станет центром или периферии. Так что ли? Ну, примерно так рассуждали сторонники концепции, которые возникли уже в 20-м обеде, когда кропнула система колониализма и стал вопрос о будущем колониальных независимых стран. Они пришли к выводу, что все эти страны повторяют путь Запада и рано или поздно догонят, сравняются с ним и возьмут этот единый капиталистический мир, где все страны будут одинаковы. И предсказывают блестательное будущее для всех этих самых отставших и развития стран. Но жизнь опровергла все их аргументации, все их выводы. На самом деле эти страны развивались, конечно, но разрыв между ними и странами Запада непрерывно непрерывно увеличился. Увеличился. И начались попытки понять почему и как. Что получается. Не получается такой модернизации прямого подгонки, то есть подтягивания всех стран к уровню передовых стран. И тогда задумались над этим экономистом. Один из таких экономистов, который с этой проблемой был знаменитый аргентинский экономист, я думаю, что вы никогда не слышали, хотите не заслуженно, это Рауль Прэбиш. Он был одновременно профессором университета Бонус Айреси, кроме того был практическим работником, директором банка аргентины, экономичные помощники, министра экономики и так далее, и так далее. Вот и вот обнаружила простую вещь, что какие бы они проекты ни сочиняли, которые в целом неплохо работают на Западе, в Аргентине все это полностью провалив, их мир обалдал. И он создал теорию центра и периферии, но примитив не к вообще истории, а только к истории 20 века, его жизнь это 20 века, он где-то родился в 91 году, то он умер в 80-е годы и прочее, вот, что мир капиталистический, он узнал, что есть другой мир социалистический, как его называют, делится на две группы стран, одна группа это странный центр, другая группа это периферия, и центр эксплуатирует периферию, выкачет из нее все ресурсы, именно поэтому он уходит вперед, а эти страны непроживно отстают все больше и больше. Так возникла концепция, которая получила название концепции зависимости и независимого развития. Вот, дальше он стал ее разрабатывать и в конце концов пришел к еще одному, еще более важного виду, что тот капитализм, который возникает в странах зависимых, колониальных, это не тот капитализм, который существует в центре. Существует два качественных различных вида капитализма. Два один это центральный капитализм, европейский капитализм и периферийный капитализм. Надо сказать, что это понятие периферийного капитализма сейчас начинает постепенно приобретает все больше и больше значение, оно дает ключ к пониманию многих проблем. Но в дальнейшем другие последователи этой контекции зависим, пришли к выводу, что периферийный капитализм и центральный капитализм – это два разных способа производства. Родственные между собой, несомненно, и в то же время отличные, с несколько иными закономерностями различия. Надо сказать, почему раньше не замечали этот периферий на капитализм, и свидетели, что капитализм, который возникает в странах, периферий, какой-то не тот. За счет чего они от насилия? Ну, за счет его, то, что он не развит, не развит. Ну, а рано или поздно, он разобьет и станет, как на Западе. Это годилась для страны Африи, так сказать, и прочим, но и Латинской Америке, где, кстати, нечего прочим, как раз он аргентинец. Вот, потому что они уже 200 лет жили при капитализме, а капитализм стал тем же самым иным, и никак не становился нормальным капитализмом. Вот это было великое открытие. Два способа капитализма, и здесь мы видим, что раз существует два способа производства, то существует и два типа общества. Один тип – это капиталистическая формация, это та самая, которая на Западе, а другая – это, собственно, не формация, в точном смысле и слова, она не является основным типом этой стадии развития общества. Это, ну, периферийно-капиталистическая пара, я говорил о том, что есть два типа общества. Это основной тип, который стадия всемирного статического развития, и есть такие типы общества, которые не являются стадиями всемирного статического развития, являются своеобразными тупиковыми вариантами развития. Вот, значит, как видите, две, два типа общества, и к концу 19 века все это сформировалось. Капиталистический мир разделился четко над ее вот эти группы, группы стран центра и группы стран периферии. Надо сказать, что центр несколько расширился, если он раньше был только западноевропейским, туда вошли Соединенные Штаты, Канада, туда страны, аперистические бывшие колонии, которые вместе с людьми принесли и тот же самый способ пройдет. Новая Зеландия, Австралия, позднее всех вошла в этот состав, что Япония, единственная азиатская страна, которая возник все-таки центральный капитализм, и другие все остальные страны мира, это страны периферийного капитализма. В том числе периферийный капитализм возник и в России. Когда началось развитие капитализма в России, то где возник не просто капитализм, а именно периферийный капитализм. Я доказывать не буду, потому что это не так, это можно вверх, и пусть все данные говорят о том, недаром же сейчас появилась статья, статья, где говорится, что какая был струй общественная Россия к 17-му году, капиталистический. Ну, не было там нормального капитализма, правильно, не было нормального, то есть такого капитализма, как я дам, а был периферийный капитализм, как в Мексике, как в Аргентине, и так далее, и так далее, и так далее, и надо сказать, так-то видите, раскол мира. Ну, надо сказать, что в начале 20-го века буржавные революции прекратились. Но возникли новые революции капитализма. Дело в том, что периферийный капитализм обретал страну на отсталости. Это тупик. Он не способен перерасти в центральный капитализм. Страна должна постоянно топтаться на одном и том же месте. И поэтому он, периферийный капитализм, был тормозом для развития общества. И вполне понятно, что началась борьба против периферийного капитализма. Появились и возникли революции нового типа. Периферийно-освободительную революцию. Где они, прежде чем? Ну, первая такая революция, в полном точном смысле слова, это революция 905-907-го года в России. А за ней последовала революция в Иране, 905-911 год. Революция в Турции, 908-909 год. Революция в Китае, 911-12 год. Это Ченхайская революция, наконец. Революция в Мексике, это 1912-1917 год. Это первая волна периферийно-освободительных революций. Все эти революции потерпели поражение. Кстати, надо сказать, что как толковали марксисты вот эту, так скажем, революцию в России? Ну, как обычно, буржуазная революция. Революция. Разрождается капитализм. Возникает конфликт между капиталистическим укладом, феодальным укладом. Ну, и, конечно, должна прийти к власти буржуазии. Буржуазия, может быть, это нормальный капитализм. А потом, где-то через 200 лет, будет саталистическая революция. Ну, то есть, трактовали, как обычные буржуазные революции. Но были несколько мыслителей, которые в то время догадывали, что революция в России какая-то иная. Другими они не занимались. Вот. Что это такая революция, которая будет... Которой буржуазии не может играть ведущего. В этих революциях они успешно могут быть, только в том случае, если их возглавит рабочий класс. Рабочий класс во главе буржуазной революции. Вы помните, это концепция Ленин, перерастание буржуазной революции в Социалистической революции? И концепция, которая была вначале выдвинута парусом, а потом разработана Троцким и называлась концепция перманентная революция. То есть они догадывались, что какая-то другая революция. Но только догадывались. Материал был слишком сходен. Ленин, кстати, международный догадывался, что революция в России 1905-1907 годы это что-то очень родственное тем, что это было в Турции, в Иране. Это примерно революция одного типа. Повторяю, эти революции потерпели поражение. И в России тоже. Но задачи были не решены. И поэтому неизбежен был 17-й год, в начале февральской революции, когда власть перешла в руки российских буржней, которые ни на что были не способны совершенно не решить ни одной проблемы. А потом у власти произошло, знаете, вошли через год. И возникла Советская Россия. Повторяю, что эта революция была, да, Советская Россия. Уничтожены были классовые отношения, формы эксплуатации. Шла эта революция под лозунгами социализма. Она называется, как вы знаете, Великая Октябрьская Социалистическая Революция. Вот. Ну и чего ждали руководители революции массу? Конечно, возникновение нового общества, социалистического, где не будет эксплуатации человека к человеку. Но, понимаете, для одного желания и стремления недостаточно. Для того, чтобы возникновение новое общественное строительство, то есть, необходимо прожженный уровень развития производительного сон. А надо сказать, что не только меньшевики, но большевики и сам в этом признавали, что такого уровня Россия не достигла. Но большевики думали, что где-то можно в ближайшие годы начать стремительное развитие промышленности и, в конце концов, выйти на этот уровень. Но надо сказать, что жизнь никогда не ждет. А поэтому в России с неизбежностью началось восстановление частной собственности и нового класса. Путь капитализма был заблокирован довольно надежно. Даже нет тут не помешал. Поэтому капитализм не мог возродиться в России. Но развитие пошло по другому ночи. Вот когда говорят о частной собственности, то обычно как ее определяется? Ну, частная собственность, это собственность отдельного человека, когда он имеет полное право, безграничное, всем эти распоряжаться. Вот это пишут везде. Правда, когда возникает вопрос о СССР. Ну, были, у людей была собственность, или нет? Могли ей распоряжаться? Могли. Так это, что частной нет? Говорят, ну, частная. На чем пойдет частное собственность? Что-то другое. Да, это другое. Частная собственность – это отношение между двумя частями общества. Частная собственность – это такая собственность, которая позволяет одной части общества безвозмездно приславить друг другу человеку. И там, где существует частное собственность, существует деление на классы, эксплуатацию человека человека. И неправильно считать, что частное собственность обязательно отдельного представителя этого господства. Нет. Существуют по меньшей мере три формы частного собственности. Это персональная частная собственность. То есть, когда собственник, да, средства производства дадит конкретным человеком. Таково было работодательское общество. Таково было капиталистское общество на заре своего различия. Ну, если другая группа. Групповая собственность. Ну, то, что сейчас получает форму акционерной собственности. И, наконец, существует еще очень своеобразная форма собственности, которую полностью игнорируют, потому что слишком на непривыча. Это когда все члены класса эксплуататорского вместе взяты являются собственниками, но ни один из них собственником является. То есть, это общеклассовая частная собственность. А эта общеклассовая частная собственность неизбежна приобретать форму государственной собственности. Вот. Вот здесь не сталкиваемся с тем способом производства, очень непривычным, который когда-то был открытым еще в 17 веке, и который Марс в своей работе назвал азиатским способом производства. Почему азиатским? Ну, просто потому что материал был настолько скуден, что было ясно, что на странах Древнего Востока не было ни господства, ни рабовладельческих способов, ни феодалии, ни капиталистичных. А какой-то другой, какой? Другой, скажем. Так вот, там и господ был этот азиатский способ производства, который был человеком, как на сумму его была государственная собственность, на что не только на все средства производства, при всем на землю, но и на всех людей. А что касается господства классов, это была корпорация, построенная по принципу пирамиды, низшие слои чиновника, высшие слои чиновника, и во главе высший чиновник, правитель. Ну, надо сказать, что слово азиатский способ производства неудачный, потому что такой способ производства, мы знаем, был в Южной Америке, в Южной Америке, в Южной Америке, в Южной Америке, был и в Океане, и прочее, поэтому двое название нужно, я его называю политарным, от слова политика государственная. Политарный способ производства. Вот это был первый антагонистический способ производства. Так вот, надо сказать, что в Советской России стал возникать именно политарный способ производства. был другой его вариант. И вот там тот был аграрный, возникли хозяйства, то есть индустриальный, неополитарный способ производства. Формировался он довольно просто. Возник мощный государственный годы гражданства или государственный аппарат, который не только правилами распределял материальные средства, и нужно было что? Ликвидировать демократию и превращение этого аппарата в самостоятельность существующих. Стали возникать всевозможные льготы. Вот так стала формироваться вот эта структура пирамидальная, во главе с главой политархов. Я его называю политархом. Ну надо сказать, кончилась демократия, и чиновники стали назначаем по существу формально. Сохранялась выборность. Ну а высшего это не назначишь. Они туда рвались к власти разные. В конце концов победил Сталин. Вот так возник вот этот политарный способ производства, который выдавался за социализм. Так что, на мой взгляд, в России советской никакого социализма в фамилии не было. Был, повторяю, особый вариант азиатского способа производства. Надо сказать, что характерная черда вот этого политарного способа производства, я подчеркиваю, собственность не только на средства производства, но и на людей. Который выражался в чем? В праве вот этого политарха казнить человек без, как говорится, без вины, так сказать, по своему призму. Это особенный наглядный вид на примере стран Древнего Востока, а у нас на примере двух волн репрессий. Одна волна это 28-й, 33-й год. И вторая волна, 37-й, 39-й год. Когда, кстати, между прочим, политарх получил право на жизнь и смерть не только рядовых работников, но и самого класса этого политариста. Ведь вот как раз града репрессий я наброшусь. Кстати, тоже попалю из Китая. Первая волна это борьба с правыми элементами. Вторая – культурная революция. Когда были репрессированы почти все руководящие деятели китайской комфорте. Хотя у нас, где-то там, я не помню, на 17-м Союзе был избран ЦК, по-моему, 130 человек. Из них почти 100 было репрессировано. То есть, был совершен государственный переворот, так сказать, вот эта диктатура Сталина. Вот, теперь возникает вопрос такой. Значит, Россия социализм... Так что, революция потерпела поражение? Ну, не о военном поражении речь идет, а о социальном поражении? Нет. Если считать, что она социалистическая, то да. Но она не была социалистической. Она была периферийной освободительной. Она была направлена на уничтожение периферийного капитализма, и тем самым властью центра. Зависимостью центра. И вот это она добилась. Большевики-то обменили все займы, помните, внешние. Вот. Россия полностью освободилась от влияния, от воздействия господства Запада. Полностью. И это привело к чему? К стремительному развитию производителей России. Одна из самых отсталок стран Европы, которая, кстати, до 17-го года все время все больше отставала от Запада. Вот она пишется. Вот Россия, представьте, развивалась до ничего подобного. Разрыв между Западом. И Россия рос в течение всего царского периода развития капитализма. Вот. Она стала, как вы знаете, второй индустриальной державой мира за какие-нибудь 15 лет. И потом стала, как вы знаете, одну из двух сверхдержав. Она вырвалась из периферии. И надо сказать, что хотя вырвалась из периферии капиталистическая одна страна, она была настолько велика, чтобы это практически было возникновение новой мировой системы. Но эта система окончательно оформилась когда? После 45-го года, когда началась волна периферийно свободных революций. Во-первых, в Восточной Европе и в Азии. Возникла китайская народная. Победила Вьетнам, Камборда, как вы знаете. Все страны Восточной Европы и части Центральной стали тоже политарными странами. Причем, когда говорят о том, что якобы Россия оккупировала и навязала им порядок, это нагло и бесстыдно. Во всех этих странах была борьба между разными силами. Одни силы хотели сохранить капиталистические порядки, которые были до гитлеровской оккупации. А другие хотели именно их порядков, социалистических, как они их называли так. Это было всеобщее. Если и СССР вмешивался, то только, ну, помогал, конечно. А вот были страны, где вообще мы не вмешивались, Югославия. Там никакого вмешательства не было. Там новый строй общественный, вот этот цирполитарный, был создан только усилиями внутренних сил. А правый сынователь первого развития не получил. Так что здесь никакого вооруженного вмешательства не было. И возник такой огромный лагерь, который получил название социалистического лагеря. И так впервые в мировой истории возникла в истории две мировые системы. Капиталистическая мировая система. Вот эта западная с юдовеском форме исторической периферии, которая, кстати, сократилась резко, потому что половина периферии перешла, так сказать, стала вот этой политарной и прочее. Ну и вот этот новый лагерь. И между ними развернула борьба. Кстати, это нашлось отражение в тогдашней терминологии. Помните, первый мир капиталистический, второй мир социалистический, а третий – это капиталистическая и историческая периферия. Вот. Вот. Шла борьба этих, как вы знаете, систем. Она обеспечила бред-де-баланс силовское соблюдение международного права и так далее, и так далее. Пока не началась. Дело в том, что возможности политарной системы, которая возникла в СССР и в других странах, они были ограничены. Вот. Пока шел экстенсивный рост, все было более-менее благоподучно. Это стала проблема перехода к интенсивному росту. Использование научно-технической революции, политарные отношения стали тормозить развитие производства. Назрела необходимость перемен... Какие перемены? Революции? Перехода к социализму. А что произошло? То, что называется демократическая революция, это те самые наши 90-90-е годы, это никакая не революция. Это контрреволюция. И в результате этой контрреволюции Россия стала страной капиталистической, и почему какой? страной периферийного капитализма. Возродился периферийный капитализм в России, и почти во всех странах Восточной Европы. То есть произошел огромный откат. Я не буду говорить о следствиях от отката, помните, разрушение промышленности, индустриализации, разрушение социализма и так далее. И сейчас ведь мы не достигли уровня в СССР в 1991 году. Все цифры, которые приводят о том, что якобы не достигли ничего подобного. Я не знаю, коллега, только всего. Вот так, сколько лет поступок потеряно. Что у нас возник периферийный капитализм. Очень своеобразного типа. И, кстати, Вальдик, он не в силу каких-то там замыслов, там, и прочего, там, Запада, и куда-то ничего подобного. Я не буду на этом останавливаться. Дело в том, что после того, как он был расплачен в убийстве со Сталина, после этого, так сказать, наша номенклатура, наш правящий класс, вот эти политаристы, чиновники, номенклатура, так сказать, она распаялась. Она не хотела жить так, как жила раньше. Вот, возьмите, самый крупный номенклатурщик. Ну, он, скажи, имел год, приличный зарплат, имел дачу, но удача это не его было. Скажем, в первой стекретарь какому-нибудь оптимопартии имел дачу, приличную дачу. Правда, по сравнению с дачей мининых миллионеров, это жалкости. Вот и все. И разнал одно, что как только он лишится должности, тут же не будет дача. Дача – это государственная, государственная дача. Короче говоря, суть политаризма в том, что все политаристы получают прибавочный продукт, другого продукта приличный, а то все политаристы. Другого не должно быть. А их всегда политаристы принялись добиться независимости. Это было очень трудно, и источники, что было очень трудно. В какой-то степени это еще, возможно, был БДНФ, когда были БДНФ, которые подкупали чиновников, и тогда шло такое, коррупция была развита. А когда БДНФ сложился, то, собственно говоря, трудно было. Была мелкая коррупция, мелкая, а вот здесь у нас стало развиваться то, что называется теневой экономикой. Причем некоторая республика ЦССР теневая экономика составляла 30-40% всего. А чтобы развивать тему экономику, создание подпольных фабрик и заводов, в нашей стране нужно было, чтобы купить чиновников. Им стал союз, так сказать, между нашими чиновниками и вот этими самыми теневиками. Их стали зарабатывать много, а с другой стороны не с него стоить, потому что, скажем, разоблачат, ну, помните, скажем, историю Чурбашки. Взять грейзгин, первый замен и исправить у них дело. А дальше что? Суд. Двенадцать лет тюрьмы и конфискация всего измечества. Поэтому наша номенклатура, так сказать, стала жаждой другого общества, где можно было накопить состояние и передать её детям. Где были бы не казённые дачи, а бы и собственные дачи. Когда я мог быть миллионером, богачом, а не просто, так сказать, чиновником, так сказать, занимающим высокую роль. Вот она и была движущей силой этой контрреволюции. Да. И что произошло? Возникло, во-первых, стало возникать, что чиновники стали некоторые бурра, другие, так сказать, отдали средства другим, но с условием, что поплатили дань. Возникло своеобразное общество, где есть два правящих класса. Один граждан – бурраде, господствующих, а другой класс – наши чиновники, которые грабят, ну, как берут, конечно, с капиталистов, а те с нас так, что нас грабят только всего. Вот такой возникл своеобразный вариант периферийного капитализма, который в литературе, в отношениях к МССР, они сказали, позднее получил название «криптократию». от слова «клеп да воровать», а кратия власть – власть воров. Ворократию – любовь. Вот это наш общественный порядок, который возник у нас, и который сейчас существует, как вы знаете. Россия стала периферийной страной и полностью, так сказать, оказалась снова зависимой от Запада. Стала пресать под дудку Запада, так сказать. Особенно наглядно было в тот период, когда правил Ельцин, когда даже бюджет страны утверждал Международный валютный фонд, представляете? Утверждал тот, который нужен. А диктовали ее американские советники, которые были везде, так сказать, вот так. То есть, короче, Россия стала такой независимой, перед которой даже царская Россия, так сказать, не могла попасть. Вот так. Ну, как видите, когда все эти события произошли, то что произошло? Изменилась структура мира. В нем выделились четыре основные группы теперь страны. Первая группа – это страны центра, мировая система капитализма. Вторая группа страны старой капиталистической периферии, те, которые были периферийными в предшествующем поле. Страны новой периферии. И очень небольшая группа стран, которые тоже страны периферийные, но независимые. Полной независимости не было. Ну, страны, которые вели свою политику и исходили из их интересов. Ну, что это за страны независимые периферии? Ну, это Китай, прежде всего, конечно. Это Вьетнам, это Иран, это Ирак, это Белоруссия в то время. И, наконец, Игославия. Вот такая четыре группы стран. Такова была структура, которая формировалась после вот этих событий девяносто первого года. Крапа и Жасар, и того, что называлось мировой социалистической системы. Вот. Надо сказать, а к тому времени начался новый процесс. Мировой. Какой процесс? Вот тот самый процесс, который носит название глобализация. Мы и рассмотрели, какой процесс. Когда вообще страны мира образовали одну мировую систему. Этот процесс называется интернационализацией. А вот новый процесс глобализации – это что? Это слияние всех стран в одно общество. То есть всех социальных и исторических организмов в один единый всемирный исторический организм, которого никогда в мировой истории вполне понятно не было. Вот это и есть процесс глобализации. Значит, создание, но только начало. Ну, где-то началось процесс 80-е годы, много, а садового века. Но было препятствие какое? Существование мировой этой системы социалистической. Они не включались. А вот когда она рухнула, то процесс глобализации получил мощный толчок к своему развитию. Ну, надо сказать, что вот этот всемирный социальный организм, который не возник, а только начал формироваться, он формировался на той структуре, которая возникла. Структура какая? В центре периферии. В центре, который грабит периферию. И поэтому этот всемирный социальный организм стал формироваться как классовый. Страны-центры стали правящим, господствующим классом эксплуататорским, а периферии эксплуатированы классами. Так что формировался не просто социальный и стратегический организм, а классовый, которым, как видите, членами были не отдельные люди, а государство. Можно сказать, это даже не организм, а суперорганизм. Но помните, есть такая вещь, как муравейник. Каждый муравей – это индивид. А они существуют и как в составе муравейника. А муравейник – это не стадо, это суперорганизм. Вот что-то похожее дал формироваться. Такой суперорганизм – классовый. Ну а там, где возникают классы глобальные, а здесь возникали возникать глобальные классы. Глобальный эксплуататорский класс и глобальный эксплуатированный класс. Но там, где возникают классы, так что с безднестью, начинается и классовая борьба. Так что начало, конец XX века, начало XX века – это начало и развертывание глобальной классовой борьбы. И мы живем в глобальной классовой борьбы. Ну, надо сказать, что правящий класс, то есть класс эксплуататорский центр, он перешел в наступление. Дело в том, что если формировать, он был заинтересован в создании такого организма. Потому что там он остается правящим, господствующим. Это увековечивает и господство. И этот процесс был не выгонен в страны периферии. Потому что они навсегда становились рабами вот этого класса, правящего класса. И вот нужно было ускорить. И вот этот центр начал, так сказать, активную агрессивную борьбу. До этого на нем был намордник. Намордник – это СССР и вот этот лагерь. Он вынужден был считаться силой, которая была не меньше, чем его силы. Недаромы две ядерные супердержавы были. А теперь что? Намордник-то был сброс. Возникло то, что… И что еще важно? Понимаете, вот этот самый центр раньше был расход на группировке, которые били больницы. Именно это привело к Первой мировой войне. Когда помните раскол Германии с другой стороны, Франции, Англии. А с другой стороны – это Первая мировая война. Вторая мировая война – тоже раскол в этом центре. А здесь впервые раскол в этом центре. Возникло то, что называется ультраимпериализм. Все, так сказать, страны-центры сплотились от власти одного лидера. Какого же Соединенных Штатов? А местолеки Гермона – мира. И надо сказать, что для того, чтобы завершился и шел успешно процесс становления вот этого глобального класса, высота его организма, что нужно было? Создание мирового государства. Создание особых отрядов вооруженных людей, с помощью которых можно было душить, давить о именовении периферии. Это надо. Она уже пробует, пробует себя. И в Ягославии, и в Ливии, и в Афганистане, как вы знаете, и прочее. Вот. Возникают стали мировые центры, международный валютный фонд, банк всемирный, знаменитая семерка, которая взяла на себя обязанность решать картину мира. И произошла к нам знаменитая доктрина Буша, согласно которой американский народ имеет право, так сказать, навязывать всем странам мира тот порядок, который считает наилучшим демографическим порядком. Который, например, Буш заявил, что США имеет право нанести удар по любой стране, которая не заподорится в том, что она угрожает безопасности США. То есть террор самый настоящий, только всего. Вот. И, конечно, США стали плевать на международные нормы. И начали что? Для того, чтобы создать мировое государство, нужно было, чтобы все страны периферии лишились в неделю. Превратите колонии, правда, замаскированные, демократические колонии, как тогда говорил философ Александр Юнович. Вот так. Началось наступление на периферию. С тем, чтобы бездетно садить такие режимы, которые верно служили бы западам. Вот оно случилось. Вот. Причем, надо сказать, что наибольшую опасность представляли какие страны. Страны независимые периферии. Те были напуганы. Даже когда они были несогласны США, боялись, как говорится, вякнуть. А страны периферии независимо били свою политику. Ну, конечно, из них самое опасное – это Китайская народная республика. Но США поняли, что Китай им сейчас пока не по зубам. И начали с чего? С Югославия. Помните? Югославия была разрушена. Ее бомбила, помните, НАТО. И в конце концов там, при помощи цветной революции, помните, утвердили прозападный режим. Следующий шаг, помните, Ирак, который был тоже ликвидирован. Дальше Ливия, которая тоже занимала какую-то странную позицию. А на то и дело проявляла самостоятельность. Вот так. Короче говоря, вот, ну, это начало было, как речь. А дальше жертвы новые, новые жертвы только должны были быть. Вот так. В общем, курс на превращение мира в периферии колонии Запада. Ну, иногда говорят, что там противоречия в центре. Есть противоречия. Атаманы, иногда они считаются с этими самыми рядовыми членами шайки, так сказать. Нарушают, обижают их. Но они за него цепко держатся. Потому что у них общий интерес, и надо грабить весь мир. А без единства ничего не получится. Если не слушать лидера, то потерпим поражение. В этом-то и дело. Ну, надо вполне понятно, что это наступление агрессивного ультраимпериализма встретило сопротивление в мире периферийном. Это наступление было создано по-разному. Ну, надо сказать, что всякая классовая борьба предполагает возникновение идеологии, осознания, какие существуют силы и во имя чего бороться. Ну, надо сказать, что вот это наступление сопровождалось, конечно, чем наступлением на традиционную ультраимпериализму. Разрушением их исходного обычая и прочего это было понято как культурная катастрофа. Кстати, не только представителями риферий, но и многими политологами Запада. Помните книгу Антингтона Самуэля, американского политолога, которая называлась «Столкновение цивилизации», где он говорит о том, что причина – это, конечно, различие цивилизационной религии, обычной, да не в этом дело. В этой форме просто осознается реальная противоречия. Опасность, которая грозит страной периферии со стороны Запада. Вот оно в чем дело. Осознанно было так. Ну, когда говорят о современной мире, то обычно говорят, что этот мир однополярный. Существует один полюс, и ничего другого нет. Правильно ли это положение? И да и нет. В каком смысле неправильно. Мир расколот. На группы стран с прямо противоположным интересом. Расколот. От этого никуда не уйдешь. Но дело в том, что из этих двух стран только одна является настоящей реальной силой. Этот центр обеднен и экономически, и военно в отношении знаменитое НАТО, как вы знаете. Это является огромной силой. И в этом смысле пока в мире есть одна настоящая сила. В этом смысле он однополярный. И надо сказать, что этот центр еще и ведет в неглупую политику. Старый принцип, который притворяли в жизнь еще римские владыки, это разделяем власть. Часть периферий, так сказать, из центра привлекает на свою сторону, подкупает ее. И возникает то, что может быть хаульская периферия. Это Польша, это Венгрия, это Румыния, это Болгария, эти страны Восточной страны. Эти страны не центры, это страны периферии. Хотя они включены там в Евросоюз, и некоторые НАТО не в это делают. Но им дают подачки различного рода, бросают, так сказать. И они, так сказать, выступают на стороне своих собственных хозяйств. Вопреки своим коренным интересам. Вот так. А в целом основном Каватрия, беда, о чем периферия, она расходит. Но государства, между которыми существуют конфликты, противоречия, противоречия между Индией и Пакистаном, Индией и Китаем, и чего-то как тут нет, и прочее. Вот так. И поэтому страны периферии беспомощны нам много. И для того, чтобы им добиться, так сказать, по-настоящему оказать сопротивление, если кабельный выход, нужно меняться. Тогда я писал впервые об этом, где-то в 89-99 году, ничего этого не было. А чтение, но там я написал о том, что неизбежная жизнь заставит страны периферии работать. Создавать союзы, по крайней мере, вначале региональные. Так оно и случилось. Возникла в раму ТШОС, Трансхайская Организация Сотрудничества. Сейчас, как вы знаете, он включает в себя страны Средней Азии, Китая, Россию. Ну, качественные наблюдатели там присутствуют Афганистан, Монголия, Пакистан, Индия, Иран. И многие эти страны бросятся в ТШОС. В частности, Рад без конца об этом стоял проблему. Но мы, не желая ссориться с США, ему отказывали. Правда, сейчас сдвиги произошли. Было принято решение, что Индия и Пакистан начнут вступление в ШОС. Возникла другая. А ШОС обрастает организациями и банком развития, и другими военными сотрудничествами. Хотя, члены ШОС говорят, да нет, мы не против Америки. И мы это сами по себе регионали. Но на самом деле, вы сами понимаете, что это всё-таки антиамериканская, антизападная карица своеобразная. БРИКС, которым начали называться БРИКС, а потом БРИКС. Это Бразилия, Россия, Индия, но теперь еще добавилась Южно-Африканская республика. Которые тоже, вначале это было чисто такое номинальное обеднение, потом стали производиться конференции, саммиты. А теперь опять она обрастает организациями и прочее. Возникло несколько обеднений в Латинской Америки, которые не включают Соединенные Штаты и прочее. То есть, начался процесс КОБ и ЕЛЬСК. Имение всех этих стран. Он далек от завершения, противоречия, могут быть и конфликты и всё прочее. И всё-таки он идёт. Ну, потому что другого-то выхода нет. Ну, надо сказать, что здесь многое зависит, конечно, от той роли, в которой играет Россия. От того, на чьей стороне будет Россия, станет она членом Халуйской периферии, которую будет использовать для борьбы с Китаем и прочее, или она станет лидером периферийного мира, а зависит во многом развитии мировой истории. Ну, надо сказать, на первых порах Россия, повторяю, покорно слушалась Соединенным Штатам, как говорится, выполняла все указания Вашингтонского полуа. Надо сказать, что и Путин на первых порах, то и тоже, США на мир не хотели, чтобы в России была своя собственная космическая станция мира. И приказали утопить её. Путин приказал утопить. После этого ему приказали закрыть базу в Вьетнаме. Закрыли. Ликвидировать станцию слежения на Кове. Ликвидировали. Страны Восточной Европы, вопреки обещаниям старым, стали вступать НАТО. А как Путин отреагировал? Спросили, как вы смотрите наступление Ритвы и Латвии в НАТО. Это страны независимые. Они имеют полное право. В России тут международный бухтах. То есть он начал тоже с этого обхаживания, с Соединённых Штатов и прочее. Ну, надо сказать, потом положение стало меняться. Потому что, так сказать, это добрение на Россию. Боять, как бы она ни воскресла, ни встала нажать и прочее. Стремились всячески ослабить её и прочее. Вот. И поэтому рано или поздно пришло сознание Сыта, что нужно сходить не из интересов Штатов, а из собственных интересов. Вот впервые об этом Путин заявил, как вы знаете, на Мюнхенской конференции в 2007 году. Ну, надо сказать, что эти слова могут так оставаться словами. Слова, но не дела. А впервые Россия проявила стропчивость, что сказать, это, конечно, во время конфликтов Южной Осетии. Как вы знаете, тогда с отмашки Соединённых Штатов Президент тогдашними грузился, Кашвили отвинул обученный и вооружённый американский институт тройкой войска, так сказать, с тем, чтобы уничтожить и изгнать Хосетины из Южной Осетии. Самое интересное, что, оказывается, он никак не предполагал, что Россия может уступиться. Когда стали рассматривать планы, сценарий, который проигрывал генеральный штаб Грузинской, выяснилось, что там всё было кроме одного. Считали, что Россия не осмелится выступить. Россия выступила. За пять дней, как вы знаете, были разгромлены грузинские войска. И, как говорили в то время, то, по-видимому, грузинскую армию хорошо обучали американские инструктора по быстрому бегу. Россия могла бы легко занять Грузию, но ни к чему там было ещё взять на себя 3 миллиона кормить недовольных грузин и прочее. Мы обеспечили, помните, безопасность и Осетии, и Абхазии. Началась угроза, помните, и санкции пообещали. Чёрное море прибыл американский эскадр, которая у берегов, так сказать, Грузии, Краснодарского края курсировала. Ну, не осмелился. Пришлось смириться, Сыч. Заявили о том, что Россия в изоляции и, так сказать, осветает общественное мнение, но президент тогдашний Иран сказал, да ведь общественно, общественно мировая, это как не только западная была, а нашу, да, это Абхазия, приветствует и прочее. Вот одну надо сказать, что взяв курс на суверенитет, на то, чтобы служить своим интересам, всё-таки тоже начались отступления. Ну, помните, был с нас подписан контракт на поставку этих самых СС-300 в Иран? Ша выразили недовольство, и мы расторгли контракт, хотя деньги уже были уплачены, и нам пришлось платить, даже не столько на нас подали суд и прочее, прочее. Угождались Ша. Ну, в конце концов, как вы знаете, события на Украине, когда Соединенные Штаты... Кстати, надо сказать, что когда я говорю о том, что идёт наступление Запада, то у нас идёт в разных формах. Одна форма – это Ливия, это Иран, это Югославия. А другая форма – это цветные революции. То есть, когда организуются смешения режимов, которые не уходны шай, замещая их, так сказать, людьми, которые покорно служат Вашингтону. Вот так сейчас там стоили, так сказать, на Украине, как вы видите. Потратили не много, не мало – 5 миллиардов. Это они признались, так сказать, тем, что готовили при течении, прочее, прочее. Вот так. Ну и надо сказать, что, вероятно, одно из тех, которые заставили Россию всё-таки принять активные дни, и так далее. Стало известно, что новое правительство Украины, то самое Бандеровское, оно даст, чтобы выгонит Российский Черноморский флот, а всю базу передастся идём к штатам Америки. Там уже начали готовиться. Уже прибыли ремонтные бригады и всё прочее и так далее. Немножко раньше уже. Вот так. И поэтому необходимо было что? Не утереть. Потому что потерять Крым – это означало, так сказать, что всё говорило, это не самая главная жизнь. Вот так. Господь над Крым – это Господь над Средиземной, не только в Чёрном море, частично Средиземного Европа. И, как вы знаете, Россия пошла на этот шаг. Был проведён, помните, и они были, практически, ну, владеть войска, чтобы не нужно было. Там и так было 38 тысяч наших. Ну, и так далее. Кроме того, были, да, действительно, дополнительные, так далее. Эти-то знамитые вежливые люди, которые заблокировали все, помните, воинские части Крым. В Крым. А когда исполняющий президента Украины, ну, не сейчас, он секретарь Совета Безопасности Украины, заявил о своём намерении лететь в Крым, чтобы принять меры там и прочее, то ему вернее предупредили, что, как только Совет Безопасности Крым он будет сбить. Ни хуя с ним и не полетел. Даже если он полетел, то ничего уже не успелось. Ну, а дальше, помните, вспыхло движение. И к Востоке Украины. Возникновение Донецкой Народной Республики, Вулканской Народной Республики и прочее. Вот. И началось, помните, всеобщее давление на Россию. Давление Запада и Европы. И не думаю, что дело только в том поведении Вашингтона. Ну, там было, конечно. Дело в том, чтобы вообще ещё раз повторять, что Западная мировая система – это шайка бандитов, с единым интересом. Они грабят весь мир. И если сейчас спустить и от России, и не добиться её капитуляции или уступок, это значит потерять лицо, и это будет пример для всего мира в этой периферии. Наказывается, можно справиться с этим. Наказывается, можно действовать наперекор с этим. Вот. И сейчас наше руководство, как вы знаете, произошло в том, что мы будем исходить только из собственных интересов. И что все отношения с другими странами Запада будут только на равноправной основе. Никакой зависимости и никакой попытки давить и прочего. Так что видите, сейчас что происходит? Кульминат вот этой глобальной классовой борьбы. Да. Во многом сейчас решающий момент с мордой России выдержит это линию до конца. Ленью на суверенитет. Их на выдержку она станет лидером всего периферийного мира. Будет возникать все новое и новое сплочение внутри этого периферийного мира. И это может приведет к весьма не печальным последствиям на Западе. Он лишится возможности грабит. А это, между прочим, приведет к тому, что резк ужин жизненный в Европе США упадет 2-3 раза. Надо сказать, что наступление на жизнь и уровень там давно уже ведется. У нас говорят, что на Западе повышая эта жизнь была. В течение где-то примерно начала 20-го века, где-то по 80-е годы 20-го века до западной Европы шло. Улучшение условий жизни, возрастание жизненного уровня населения, в том числе и рабочего класса и средних слоев населения. Но это прекратилось 20-е годы. Началось постепенное снижение жизненного уровня. А вот сейчас, когда исчез лагерь социализма, о котором мы говорили, то теперь капитализм распоряжется. Вот, возьмите, скажите, последние события во Франции. Французы бунтуют против нового трудового кодекса, который бы много возвращать к старым временам. Когда можно опять рабочую тель довести до 12 часов, а раньше 7-8 часов и прочее. Вот так. Идет прямое везде наступление, идет снижение жизненного уровня, зарплаты и прочее. По всему миру в том числе и соединенных штатов. А когда был, повторяю, ликвидированный лагерь, нечего бояться было, повторяю, что этот процесс усиливался. И сейчас прямо говорят, что государство всеобщее благодействие подвергается демонтажу, его демонтировать оно не нужно больше. Вот так. Ну а если вот это произойдет, в таком случае будет взрыв недовольства огромный. Ну, вот так. Так что видите, от роли России вот этого зависит многое. Но только надо сказать, чтобы Россия могла по-настоящему вести самостоятельную политику, нам нужно избавиться от зависимости экономической ценности. Да, она велика. Идет утечка капитала из России, многое другое, так сказать. Идет эксплуатация, скажем, тот же самый крупный экономист, наш советник президента, который Сергей Глазин заявил, что мы каждый год платим странам Запада 200 миллиардов долларов. Безвозмездно. Вот так. Вот он. Эксплуатация. А, кстати, между прочим, показать какую роль играет международный разбой, эксплуатация и в экономической, я приведу две цифры. Соединенные Штаты до недавнего времени, сейчас, может быть, что-то изменения произошли, производили 20% мирового валового продукта. А потребляли, знаете, сколько? 40. То есть свой собственный и еще столько же взятых с остальных стран. Вот как вот. Ну, надо же сказать, что Франция, Британия, конечно, в этом не ставали. Паша. Вот она. Так вот лишиться этого, представляете? Почему вот эта упорная борьба о давлении и прочее? Это вопрос о жизни смешно стоит. Капиталийситеского запада. Который, кстати, между прочим, деградирует и лишний. Как-то, видите, развертывается классовая борьба. И мы с вами в пульминации этой классовой борьбы. Капиталийситеского запада. Но для того, чтобы быть успешным, нужно что-то, повторяю, сейчас ликвидировать, зависимость от заклада на экономике. Не даром сейчас стоит проблема. Помните, из конца пишет, необходимо. Из экономической реформы нужно изменить курс развития страны экономической. Вот. Ну, где-то, по-моему, в ноябре было небольшое сообщение, что на Совете Безопасности будет обсуждаться проект экономической реформы со Сталином Сергеем Глазьевым, Советским Президентом. Что началось? Все наши либералы встали на дыбы. Это возвращение к Советской экономике, это провалы и прочее, прочее, прочее. Путин, по-видимому, испугался, и никакого Совета Безопасности не было совсем. И даже не было публикона по этому. Но изменения нужны и сейчас, как вы знаете. Он создал комиссию по главе с Кудрином, бывшим министром финансов и прочим. Хотя надо сказать, что выбор явно неудачный. Это же либерал, отъявленный западник. И уже между ним и Путином произошел в экономике. На одном из первых заседаний, в присутствии президента, знаете, по-моему, я сообщал 3-4 дня тому назад, Кудрин заявил, что для того, чтобы ликвидировать техническое отсталость от Запада, нам нужно пойти на уступки за Запада. То есть, в какой-то степени пойти на парамис, а то и на Кудринец. Пока Путин ответил, ему ответил, так и ничего, я говорю, нет. Россия стала суверенной страной, и такой навсегда станет. Суверенитом и торговать не будет. Ну, оставил его в голове. Но он теперь, так сказать, создавляет планы. И, боюсь, оставит такой план, который будет именно на руку Соединённого Ставра. А по-моему, гладил, как, знаете, отброс. Как-то, видите, идёт борьба в нашей элитике. Между либералами и сторонниками вот этого суверенития, так сказать, независимого политика России. Чем она кончится, как она кончится, трудно сказать. И надо сказать, что сам Путин, по-видимому, не считает себя слишком человекосведущим в экономике. А поэтому, как видите, внешнюю политику он ведёт пока твёрдо, неуклонно. Нигде не идёт на каких-то штубчик и прочее. Вот. А вот выход на внутренней политике. Трудно сказать, что будет. От неё много будет зависеть внешняя наша политика. Вот такая борьба. Ну, что можно сказать о перспективах, так сказать, развития есть. Можно оптимистически приобрести. Значит, страны периферийно объединяются. Создают союз не только экономический, политический и военный союз. В результате в мире возникать второй центр не меньше силы, чем вот этот мировой капиталистический центр. Но, кстати, такой союз не создался в России. Россию сейчас нельзя назвать сверхдержавой, как был Советский Союз. Да. США и СССР были сверхдержавой. Россия в этом отношении такой и нынешний не завершена. Ослаблена, экономически и прочее. Но, если взять вооружение, то она является одной из двух ядерных сверхдержавой. То есть такой державой, которая способна уничтожить и Соединённые Штаты весь мир. Ну, даже как Штаты. Могут нас уничтожить и весь мир. Это так. И теперь Россия, как видите, перешла окончательно. Стала страной независимой периферией. Это огромный шаг вперед. Повторяю, что это может быть не окончательно. Но, будем надеяться, что это так. Ну, вот такая вещь. Оптимистическое это всё объединение стран периферии. Создание единого союза и прочее. Василий сравняется с законом. Прекращение ограбления периферии центром. И в результате, повторяю, катастрофа на Западе. Тем более, что капитализм до себя пережил. Он кроме вреда, он все свои исторические миссии выполнил. Сейчас мы столкнулись на пути развития, который ведёт к деградации всего человечества и прочее. Вот так. В таком случае, как демень капитализма. И всё-таки, возникнет новое общество. Не сразу, нельзя. Закончить. Скоро так. Тогда будет идёт вопрос. Вот так. Ну, а может быть и пессимистически не удастся. А ещё может быть такое. Что когда руководители центров везят о том, что их неизбежно, они могут начать, ну, начать ядерную войну, в коде которой погибнет всё человечество. И планета Земля старается без населения. И это может быть. Вот таковы, так сказать, перспективы, так сказать. Странные стены, альтернативные отношения. Вот трижды проблем я подсказала много, но я пообещал, так сказать, оставить время для вопросов. Надеюсь, что я в какой-то степени выполнил свои обещания. Вот вы сказали в конце... Даже не получится. Первый вопрос. Просто уточнить по последней. Давайте вопросы по очереди. Да, ну вот вы сказали, что мы находимся в цепени нации классовой борьбы. Между какими классами, по вашему мнению, борьба есть? Между глобальными. Какие это глобальные классы? Это капитанистическое мировое систему. А в другой классы? Переперей. Это часть этой переперей. Во. Во. И то, что, скажем, часть стран переперей холостуют, это написали там эти среди крепостных. Потому что в России тоже были холосты. Помните, когда мне как раз написали? Люды холостского звания существуют иногда. Чем тяжелее наказание, тем и нелее, господа. Чего-то всякое. Да. Вот это и есть глобальные классы. Глобальные классы. Где действующие силы – это не люди сами по себе, а государства. Нет? Как раз. Первый вопрос. Вы нисколько не сказали об информационной зависимости от Запада. На сегодняшний день в России существует полностью самое обтукшее возможное варианты культуры с Запада. Она будет примитой и полностью, можно сказать, что на сегодняшний день у нас нет народов, у нас есть население. У нас посеяны семена межнациональной розни. Государственным никак не проводится политика дружбы народов. У нас состояние космополитизма у молодежи доведено до такого уровня, что осознания государственных интересов своей страны нет. Есть только интерес выживания. Таким образом, по сути дела, Россия – это просто идеальная мишень и с ней можно сделать практически все, что угодно. На фоне того, что страны Запада выделили 30 миллиардов долларов, в отличие от Украины, там 5 миллиардов долларов, сейчас 30 миллиардов долларов было выделено на революцию в России. На фоне того, что на сегодняшний день в российском эстетичменте идет классовая борьба либералов, и пока что я вижу, я не вижу каких-то действий, скажем так, от людей, которые, как они говорят, я немножко сейчас предысторию обозначу, которые, как они говорят, защищают суверенитет. От них не видно действий, потому что не видно, чтобы они опирались на свой народ, не видно, чтобы они взывали к народу и сказали, вот, ребят, придите, помогите, уберите этих либералов, которые сейчас хотят революцию в России сделать и развалить ее на много частей. Не видно, ну, что я вижу, построение Ельцин-центра в Екатеринбурге на деньги федерального бюджета, в котором идет форматирование национального сознания, с целью раскола России на, по сути, ну, через Екатеринбург, через Урал, это будет геополитическая катастрофа. Никто не препятствует на данный момент проведению тамошних мероприятий. Тысяча детей каждый день приходит и узнает об истории совершенно... Ну, вообще, в вопросе можете задавать? Вопрос следующего характера. Значит, как вы видите Россию в 2017 году, в 2018 году, насколько вы уверены, что линия национального суверенитета будет выдержана при вот нас, в нас сейчас? Ну, я сказал то, что я вижу опять, это мое личное мнение, условия. Надо сказать, что я тебе об многом не сказал. Это вполне понятно. Я взял только главное, основное, отвлекаясь, тут еще и умытились, это самое антиглобалистское движение, об многом не сказал. Не мог сказать просто, это невозможно. А вот что касается, да, пока, повторяю, наше руководство, лица Путина и его ближайших сотрудников совершило поворот в сторону защиты интересов. Насколько этот поворот пока, насколько он будет выдержан, я уже говорил, что вопрос остается открытым. Потому что мало ввести внешнюю политику, нужна опора внутри страны, и участвовать нужны экономические реформы, не либеральные, а то, что называется создание мобилизационной экономики. Будет ли это сделано, я не могу сказать. Это, кажется, будет еще. Будем надеяться. Думаю, что все-таки придется, так сказать, ну, видите, дело-то вы заметили, как у нас происходит. Вот сейчас, скажем, государство говорит, денег нет. С кого он набилет деньги, помните, экономит, напомните, у нас главный пристойчивый богат – это пенсия. А вот ввести, скажем, знаменитую прогрессивную шкалу, которая существует в другой стране капиталистической, где, помните, миллионеры платят до 70 процентов, правительство не решает. А ведь это решило проблемы. Мы это не будем делать. То есть идут колебания, высказать, да, наши, что пришли, наша элита расколота на тех, кто готов капитулировать перед Западом. Им это удобно, тем более, что у них поместья, виллы и прочее на Западе. Сейчас принимаются меры, помните, запретить несчета, иметь недвижимость и прочее. Поздно довольно-таки, но один-то хорошо. В какой-то степени, помню, идет пропаганда патриотизма, создается пунктинарная и так далее, все эти самые. То есть пытаются преломить. Преломили еще, мне-то не было сказать. Я пока ура патриотизм делаю. Ну, вы знаете, я тоже хотел спросить. Я думаю, что это мешает. Ну, а патриотизм, все-таки патриотизм, чтобы... Я тоже хотел спросить, Юрий Иванович. Да. Значит, вот вы изложили концепцию, согласно которой основными, значит, действующими лицами в классовой борьбе являются не собственно классы, а государства. Они составляют класс. Ну, как бы составляют класс, да. Это предельно. Но при всем при том, значит, у нас запад капиталистический, периферия, ну, за очень редким исключением, тоже капиталистическая. Почти всякая. Классовую борьбу и классовый антагонизм никто не отменял. Вот как с вашей концепцией соответствует соответственно классовая борьба и в центре, и в периферии? Есть такая вещь, как вот пролетарский интернационализм и классовая солидарность, пролетариат как глобального класса. Не как глобального класса в этом смысле, как класса современного общества. Дело в том, что дает... Кстати, между прочим, не я называл эти страны, вот эти группировки классов, как правильные. Когда-то об этом говорил еще один из шведских экономистов, ну, не узнает свои книги и прочее. Потому что интересы их противоположны. Потому что одна группа стран живет за счет, но много в другой группе стран. Это и есть. То есть противоречит флотанку. Флотанка, это реальная вещь. Я говорю, почему один из шведских... По-моему, и итальянские фашисты, что-то похожее, говорили. Причем она идет во всех формах. И в форме экономической, и внеэкономической. То есть и в форме прямого круга. Вот так. А раз так, то отсюда конкретно неиздежит. Вот и все. Нет, конечно, неиздежит, это понятно. Ну, в том деле. Кстати, вы же, впрочем, заметили, что когда вот говорят об исландском фундаментализме, это ведь тоже, вовремя, борьба против церкви. Но только понимаете, борьба-то боя и ничего. Скажем, большинство стран и Россия борются воями будущего. А они, помните, воями возвращения к Средневековичу. Вряды могут преодолевать и прочее. Вот такая вещь. Ну, еще можно, короче говоря, они не наши союзники. Более того, все исламисты раскалывают в периферии. Натраны-то... Я никак не симпатизирую их с исламистом, поэтому... Нет, все-таки, ответьте, пожалуйста, ну, вот как классы, в вашем понимании, сегодня, которое прозвучалось, а то есть с традиционным... Я говорю, в чем дело. Возникает общество мировой. И вот это общество уже расколотно. Вот оно. Общество-то возникает. Вот это и глобализация. А раз глобализация идет, значит, вы понимаете, вот, скажем, то же самое, как они называют, антиглобалистское движение. Они ведь не против глобализации, создания единого организма, только чтобы все были равны. И условия этих, это же чистое в доме. Поэтому она, кстати, стала заглохнуть, потому что теперь одно время она оживила, конференции, а сейчас, потому что во многом-то она должна бороться с капитализмом. А они просто вот так, видите, то есть мечтают о том, что не будет в этом обществе, чтобы их равноправно... Ну ладно, спасибо. Алексей, пожалуйста. Это не и дело. То есть, короче говоря, понятия, которые используют непривычные, это не нужно. Более конкретные, если можно, вопросы. Это не в обычном, и тоже время это так. В современном мире это сейчас очень можно говорить о переносе столицы в России в различные города, начиная от Нижнего Новгорода, заканчивая Владивостоком. так и не решив, куда они ее хотят перенести в окончании. Ну, как вот вы видите, ближайшие 5-7 метров, это перспективу переноса столицы. Насколько она, по-вашему, будет тяжела для экономики России и Единого? Вы понимаете, у нас экономика-то абсолютно неэффективная. Скажем, если взять экономику Советского Союза, то она перестала, переставала быть эффективной. Но вот эта экономика, которая возникла, она всегда была неэффективной и никогда не может стать эффективной. Почему стоит вопрос экономической революции? Только каким путем и во что ее превратить в этом-то и дело? Вопрос, как вы видите, висит воздух. Вот как раз последнее я читаю, так сказать, это московский комсомолец, по-моему, статья «Главия против Кудрина. Кто победит?» и прочее. Вопрос станет, потому что «Главия» предлагает реальную программу создание украшения, так сказать, олигархов, введения всех в рамки и прочее, а дальше может быть и ликвидация. Но пока, как вы видите, Путин на это не решается. Пытается где-то, как говорится, между струйками пройти, так сказать. Это анекдот знаменитый о Микояне, когда его спросили, я пришел, говорит, на заседание, был дождь, а он сухой. А я, говорит, между струйками, между струйками. Очень пытается между струйками пройти. Не получится. Придется им убирать. Спасибо. Вот, товарищ... Дать от меня абсолютно точного прогноза невозможно, понимаете? Будет лучше, если вы будете составляться, потому что не все знают. Я пока говорю о тенденциях развития, которые имеют место. Это нужно просто учитывать. И говорю, что мы находимся сейчас в тенденции, говорит, да, может быть, даже кульминация. Тут решаются проблемы и внутри России, и внутри мира. От этого зависит будущее человечества. В общем, короче, мы живем с вами у крутых перемен. Ну, надо сказать, что разные поэты по-разному оценивают. Хорошо это ли Бог? Помню, что писал когда-то Тютч о том, что-то сказать. Блажен, кто посетил все мир в его минуты роковые. Его призвали все к главе, как собеседника напишут. А вот другой русский поэт уже двадцатого века Тварского написал, как я на мир взрываю из-под столика. Век двадцатый век необычайнее, чем эпоха интереснее для историка, чем она для современия каких-то. Вот так. Вы сказали, что поскольку капитализм уже, так сказать, является тормозом для развития всего общества, я имею в виду никого, то должно прийти следующее устройство. Какие вы видите предпосылки в настоящем вот того, что станет украинской базой? На чем вырастет вот это следующее устройство общества? Что это будет? Я думаю, что если вот этот оптимистический вариант реализуется, он может не реализоваться, повторяю. Не думать, что... Кто начнется социальное движение и возродится классная борьба на голове? И там следует. Уже, мне кажется, с ним уже сразу не струнется. Ну, такая вещь. Социализм не вернется. Так, ваш вопрос. Ну что, тогда другого выхода, кроме социализма просто нет? Ильянович, Александр. Вот Немцов обнаруживал, что Путин самый богатый олигарх в мире. 156 миллиардов. И он с самого начала вердил на всех выборах одну и ту же фразу. Курс Ельцина не меняют, пересмотра приватизации не будет. А на последних, в одиннадцатом году, заявил, что мы государственного капитализма строить не будем. Значит, будет частный социалистический, олигархический. 140 жуликов, аферистов и проходимцев будут определять всю политику в России и все отношения. Вот я и говорил о том, что необходима экономически серьезная реформа, перестройка. А перестройка, она может произойти в сверху, бывалой в России, как и по-моему, то, что называется революция сверху. Можно ли твердо быть убежденным? Нет. Но это такая возможность, если вообще. Сверху? Вы не исключаете возможность перестройки сверху при существующей революции? Да, помните, революция шестьдесят первый год. Почти все дворяне грибнут. Пришли все эти. Другое дело, что крестьян тут и ограды не должно, так сказать, и грязно все было. А все-таки, крепостные-то права-то меня никуда не делают, чтобы прийти более большинство дворянных. Так, пожалуйста. Хочу ввести немножко в сторону. Место Кубы. В историческом аспекте во всей этой системе. Место Кубы. А это независимая периферия, я бы говорил. Просто не назвал ее в секторе. Ну так там же совсем иначе, чем в Китае или где-нибудь еще. Там же как была в какой-то степени не кругу. Ну вы заметили, что вот этот левый поворот, который наметился последние пятнадцать лет, в Америке и начинает задохватываться. Смогите, левые силы теряют влияние власть. В Бразилии, в Аргентине поражение левого депутата, это только президенты, поражение. В Бразилии стоя новый президент, он прошла в двух-трех голосах, сейчас она отстранена от власти. Я знаю. Встает вопрос об отстранении от власти этого самого приемника Ука Чавица. Не лады, не лады, не лады. Реперендум, образление полномочий, президент порвалил все эти. То есть шагу играют и неплохо, так сказать, но заметили, не применяют, если в отличие от цилийского варианта. Разносило действует демократическое. А вот про Монголию куда вы относитесь? Монголию, это Николай Сукар Монголию. Что? Нет, про Монголию, куда она относится к этим странам? Ну, она, конечно, зависит. Что говорить? То есть это новая периферия? Да, уже как и уния. Новая периферия? Ну да, новая периферия. Ну, Индия, старая периферия, полная полная. А вот Китай уж никак не назовешь, не замесили периферия. Хотя надо сказать, что экономическая зависимость, но она двоякая. И темы зависят эти. А Монголию надо еще и феодолисты. А? Феодолисты. Монголии. Она еще не вышла Монголии. Монголии не может быть. Так же, как в Узбекистане. Нет политаризма. И там и так. Типичный политаризм, это, конечно, Афменистан и Узбекистан. Странный, что Дмитрий Мутин, срочного типа. Где-то, так сказать, есть видимая демократия, полная липовая демократия, если есть. А вдруг Китай даже и не рядятся в демократии. Узбекистаник изображает парламент, выбор. Так, Ромя Аржаника есть еще кто? Может, она договорящая у нас, да, демократия, да какая? Ну, как у нас социализм будет или нет? Вот прямо сейчас ответьте. Да, ответим сейчас. Прямо сейчас. Прямо сейчас. По программе Глазаева, да? Пожалуйста, тогда, Володь. Ну, кстати, предполагает планную экономику. Пожалуйста, вопрос. Плаза экономика не сделает. Простите, это план. Социализм ближайшего будущего. Простите, это не слово. Социализм ближайшего будущего. Это социализм ближайшего будущего. Он будет так же основываться на политарном способе производства? Это не социализм, он другой способ производства. А вот в чем его суть будет? Я думаю, что это будет переход на такой этап своей обратной, где многое будет считаться. Насколько я понимаю, вопрос был другой. Чем, собственно говоря, настоящий социализм отличается от неопонитарного общества? Ну, и тем, что собственность на средство производства находится в руках народа, а не одного класса финансового государства. Как народ реализуется? Как это реализовано? А это уже другой конкретный вопрос. В этом то он и состоял вообще-то. Так что переходные формы различные народы могут быть. То есть, сегодня вы это не обсуждали? Ну, конечно. Кто обсуждает? Где кто-то обсуждает? Замятели, где найдете вы? Кто-то по этому вопросу пишет. Ну, блин, вы избегаете этой проблемы. Потому что сложно. С вашим сержантам финансов. Ой, давай тебе с вашим. Пожалуйста. Пожалуйста, не надо. Так. Друзья мои, значит, еще вопросы есть? Ну, давайте я задам вопрос. Значит, вот раз плавно вернулись к обсуждению то, что вы назвали неопонитарным способом производства, а может ли вы сформулировать его основное противоречие по аналогии с основным противоречием капитализма, как противоречием между общественным производством и частным присвоением. То есть противоречие именно сфере производственно-распределительной, а не политической. Ну, то есть… А что касается этого способа производства, я говорю, судьба в чем? Кооперативная, то есть коллективная собственность чиновников, высших, не низших, конечно, не служащих там, не гердовых, полицейских и прочее. Вот они являются собственниками средств производства коллективными. Организованы как пирамида. Ну, а в голове стоит вот этот политарх, который каждому из них выделяет долю общественного производства. В зависимости от того, на какой ступеньке лестницы перемедально он находится. Низший человек получает меньше, выше и больше, и, наконец, политарх. Но все должны принять политоризм. Получая из своих лектов, существует только звук политарха. Никаких других источников быть не может. Отсюда, кстати, противоречие. А вот эти политархи хотят все-таки дополнительно, понимаете, изыскивать их. Вот тогда коррупция рождается, коррумпированность и так далее, и так далее. А когда коррупция, тогда возникает их независимость политарха, и он начинает рушиться. И, кстати, между прочим, главным условием вот этого коррупции – это стоит полное право политарха на жизнь и смерть всех своих полных людей. Карать их не за преступление – это нормальная вещь в любом и чистой классе. А карать их независимо от того… Вот я просто приведу один пример, а вы потом сопоставьте с другими. Ну, такое небольшое государство Бугандово. Ну, оно еще на уровне, так сказать, почти переходное классом общества. В Акламе стоял правительство под титулом Кабака. Так вот этот правитель имел не просто право, а обязанность убивать своих подушек. Такой это не очень прекрасный день. Он посылал войска, которые хватали всех, кто попадал. Всех их потом приводили в отбор Кабаке. А он выходил и говорил – этих суда, этих суда, этих отпустить, этих суда. А там было 28 пунктов для обезглавливания. Пиццами туда их управляли и прочее. Вот так массовый бесстоянный террор, особенного восстановления. У нас так было в Экул-Устане. Первое – это начиная в 28-е годы, знаменитое липовое шахтинское дело. Дело про парку и все прочее, прочее. Ну и, конечно, кончая процессами, в 37-м году. Это все абсолютная липа. Никогда попыткой сейчас говорить о том, что это действительно враги народа, и вот это за нее. Только почитать винограду. Какие основания как-то так считать? Как бросается в глаза, что все это смонтировано, существовало. Какие есть исторические свидетельства, документы для того, чтобы вот так считать? Да вы считаете, что это липа полная. Какие документы? Я считаю, что нет. А вы что думаете, так остались документы? А какие основания тогда? Да я просто анализ кинократический. Отчего так прочитать? И если вы подойдете с правым смыслом, видите, что это так. Ой, где срывалось? Вот, скажем, вдруг один крестинский на одном процессе заявил, а я ничего не виноват. Все это липа и так далее, что заседание закрыли, он исчез. И появился только через три дня, где он признался о том, что он, так сказать, брал на самом деле и прочее. И с ним поработал. Так, есть еще вопросы? Я вообще напоминаю, что у нас сегодня Себедар все-таки по теме исторический материализм. А я по обсуждению, я лично стреляю. Еще я хочу вам привести пример. Вот, скажем, пример, процессов, которые шли во всей России. Я хотел задать вопрос на самом деле... Что, Алексей, хотите спросить? Да нет, тут говорят, тут говорят. А, понятно, да. Я хотел, на самом деле, немножко, раз сегодня речь шла в основном об историческом месте России, немножко вернуться вот к второй лекции и, ну, просто уточнить для себя, может быть, я что-то плохо понял. Значит, вы говорили про то, что настоящего феодализма не было в России. Вот, что же в России было, вот как-то вы можете это назвать, и был ли в России, в таком случае, капитализм? Да, вот сейчас я не спорю думаю, был ли в России капитализм или нет. Повторяю, что один из крупных наших экономистов, Бояйков, он был краснотем в Альтернате Бояйков, который заявил, что, вообще-то, в России семнадцатый год капитализм, капитализм, это если и был, то только в зачатке, а страна была крепочнической, феодальной. Ну, вы с этим соглашитесь? Да? Другая формулировка лучше была. Да, не было нормального капитализма первого. Был периферийный капитализм. В этом великое открытие Рауля Промисова открыл периферийный капитализм. Тупиковый вариант капитализма, обрекающий массу на обнищание непрорывное. Ну, на этом это зависит. А сейчас у нас как будет? Нет, извините, извините, давайте, давайте. Не водились. Во всех отношениях. Мы находимся в зависимости от Запада. Вот политически, так сказать, мы теперь, ну, по крайней мере, сейчас. Секундочку, секундочку. Что дальше пойдет, зависит еще от того, как будет разум. То есть тут предопределенности абсолютно нет. Может быть, то, может, другое. Есть такая вещь, как относительная предопределенность, возможно, одно. Разные реальные возможности, какая реализуется, зависит от нашей личности. Ну, правда, тут прав человека в том отношении, что народ, она все-таки, как бы, забезмолвствует. Не очень-то, так сказать, активно действует. Вот так. Прошу прощения, так все-таки, значит, если был периферийный капитализм, то что было тогда до 61-го года или до какого-то другого? Крепостнического. А крепостнический капитализм не одно и то же. А вот тогда можно пояснить? Можно пояснить. Ага. Вот, скажем, если мы возьмем, скажем, Западный год, то там очень резко выделяются две стадии развития капитализма. Первая стадия развития капитализма – это основной ячейкой капитализма является, ну, как его назвать? Имение, которое является не только собственником земли, но является собственным крестьяном, является правителем, государем. В России этого никогда не было. Вот тут и было крепостное право. А дальше возникает централизованное государство. Вот эти самые имения становятся просто-напросто имениями, а не имениями государствами. Исчезает крепостное право, а в России все наоборот. В начале не было никакого крепостного права. Оно стало возникать только в шуток спереди. Вот так. А вторичное закрепощение в Европе? Не было. Ну, в чем, в Германии? Да нет, это, говорят, первое издание крепостных штатов. А вот где было первое издание, там никогда не было второе. А где во второе, там никогда не было первое. Это была Восточная Германия, Припалтика, Венгрия, Румыния. Ясно. Вот только так. Но не Западная Европа. Дело в том, что Восточной Европы тоже феодализма нет. То есть не было судьбы ни в Польше, ни в Румынии, ни в Венгрии. Были примерно такие же общественные порядки, что и в России на ранних этапах. А потом возникла крепостная право. Поздняя крепостная право. Отдруга. То есть совсем по-другому. Наоборот. А в советское время у нас был государственный капитализм? Нет. Паритарин был. Капитализм предполагает рыночная экономика. Помните, там погонят прибыль. Как мы это? Прибыль. Главное показать. Да прибыль не дам, которые при капитализм. Это тоже сам. Капитал, прибыль какая? Дело в том, что мы настолько привыкли. Дело в том, что есть только экономика как научная. А капиталистическая экономика так еще не стоит. Экономика только капиталистическая и сабхи мира разработки не существует. А я занимался первобытной экономикой. Ну, теории, первобытной экономикой. Кто тебя разбирает? И там тоже свой закон абсолютно иный еще предупредит. Так вот и политарм используется. Я им тоже занимался. У меня есть даже книга специально посвященная ему, где я анализирую его. Я говорю, а реальные понятия, как они работают. Они говорят, иначе не будет. Крепостничество это параформация, да, Павел? Если у меня там 300 страниц... Юрий Иванович, крепостничество это параформация, Павел? Параформация? Нет. Это настоящая формация. Настоящая? Все в стране Древнего Востока были... Нет. Не политаризм, а крепостничество. Крепостничество? А? А нет, крепостничество... Восток, а общество нет. Были где возникают? Это эпизодическое. Нет. Это является параформацией или это формация? Это формация. Формация. А вот наш, политаризм, неополитаризм... Это параформация. Это не стадия мирового развития. Тогда я не понимаю. Есть ли формация капитализм, как бы основная, магистральная, а все остальное, что в это не укладывается, называется параформация? Нет, я считаю, что существуют такие, во-первых, первоводительный общество пока останется в стране, потому что это было в начале формация деполитарная, которая господствовала на востоке, на всем, и сохранялась в Газии до 19-го лета, до конца 19-го лета. Она не способна к самостоятельному развитию и превращению в другую формацию. И вспомните огромную эстафету исторической, переход к индичной с чего-то на тебе дело. Так вот, это способ производства был основным, и поэтому формация была формацией. А бывают еще, повторяю, способы не основные производства. У них появится параформация. То есть вторичные, неглавные типы общества. В стадии развития отдельных обществ, но не в стадии развития неравнической. Я так понимаю, что крепостничество, которое в России и Восточной Европе... Вот это параформация. Параформация? Да, хорошо. Это параформация. Тогда понятно. Так что в России были сплошные параформации. Нет, ну, от 61-го года до 19-го все-таки была группа дали. Но периферийный. Это был капитализм, периферийный загроб. Дело-то в том, что периферийный капитализм, в отличие от нормального капитализма, не совместным следователям, в этом требуется репетация. А периферийный капитализм, он синтезируется с докапиталистическими, и не возникает вот такая симбиозность своеобразная. Эта своеобразная великая великая капитализма и наша. Симбиоз панитализма, вот эта самая криптократия и капитализма. Что остальное может быть? Давайте я задам два вопроса. Один на уточнение. Почему тот способ производства? Если бы произошли целый ряд периферийно-освободительных революций, почему это не стадия развития человечества, а только одного общества? В какой-то степени, да. То есть, в какой-то степени, в какой-то степени, в какой-то степени, что знаменитый друг Пушкина, в которой бы стоили с магистралью или не работали, если бы кого-то. Так вот, Россия до сих пор слабо боковы. Он не знал, что понять информацию, но вот такая догадка у него была. И не только. Вообще вся Восточная и Центральная Европа тоже слабо. Вы знаете, как Россия до ликвидации России татаро-монгольского ига и возникли на ней крепостничество. Вот здесь она и стала Россией больше, что мне надо. Потому что там было крепостное право, но несколько лет. В этом-то и дело. Существует многообразие, понимаете, формы эксплуатации. А когда их сводят к трем, а так чаще и делают, подгоняют живую реальность, вот жуткие. И начинают состригать все остальное. Вот тогда можно развить эту тему. То есть не окажется ли ситуация, что магистральный путь на самом деле является отключением из правил? А магистральный путь это что это такое? Вот корме смены вот этих мировых систем. Вот это и есть магистральность. Ну и вот вопрос немножко в сторону. Вот как вы расцениваете катастрофу бронзового века и переход между веком бронзовым и железным? И вообще это связано как бы со сменой формации? Ну в самом деле ведь переход от бронзового века к железным. В одних странах произошло все в первобытности, а в других произошло в обществе классы. Ну что делать? То есть нет прямой зависимости между техникой и социально-экономическими отношениями. Это опять упрощение, когда производительные силы уровня сводятся к уровню теории. Можно ведь добиться развития уровня производительных сил. Да, можно путем-то развития техники, но не только. Вот скажем, если взять переход от первобытного общества к последний этап, общество паритарным, древневосточным, то многие говорят о том, что бронзовый, ошибается, потому что и там, и там техника-то одна была. Что уровень развития производительных сил определяется продуктивностью общественного производства, то есть объемом общественного продукта в расчете на душу населения. А как можно ли повысить этот объем? Без техники можно. Заставить людей работать не пять часов, а десять и два раза больше. Вот это демографическое. Это называется способ какой? Способ цифровальный. Способ. И все. Или скажем, возьмите, как добилась подъема античный мир за счет техники. А главное, вот, за счет увеличения этих долей работников создали общество. Путем непрерывного выливания извне общества огромная масса рабочей силы рабства. Ну, тех же самых Афиновых. Скажем, в 5-м веке, века света, население 300 тысяч человек, из них 100 тысяч рабов. А 200 тысяч свободных людей. 100 тысяч рабов – это почти все мужчины. Представляете, насколько увеличилось число работников, если бы мы только их убрали. Они прибыли из других стран, они не родились здесь. Они в готовом виде взятых не кормили, у них не было детей, они могли делать. Все отдали. Вот вам новый способ. Они только техники. А у нас это сводят техники. А все-таки где вышел был уровень развития в позднеримской империи или в раннем среднем-средневековье? Где были более развития произведения? Вы знаете, в них, что характерно, это поздно, резкие упады произведения. Почти-чуть исчезло рабство привозное. Возникло то, что называется колоннат и прочее. Вот так. В результате падения. А что касается раннего средневековья, то в первые века был упадок, а потом начался резкий подъем. И связанный, нижепрочем, во многом с техникой. Вот, скажем, если взять, скажем, Римовную империю, сельское хозяйство применяли в каждой стекловой силы хозяйстве валов. Потом стали лошадей. А почему? Дело в том, как запрягали валов. На шее. Ее нельзя было тянуть-то. Он же душит дышился. А тут мы взяли ту самую лошадиную куплишь, которая была у кофейников. И как только это оказалось, что простая вещь. Раньше пара лошадей, скажем, может везти полтонны, а тут стало почти 5 тонн. Представляете? То есть сила какая-то. Вот. Это раз исчезло. Эксплата резко снизилась. Поэтому крестьянка была заинтересована. Вот и такая вещь. И в этом смысле позднее, раннее средневековье, к концу, где-то в десятом веку, резко выросло по сравнению с поздней римской веке. Это обеспечило формирование феодализма и начало подлинного феодализма. Вот это было формирование феодализма. Рабство в Америке, в южных штатах Америки, в Южной Америке. Да. Кстати, оно возникло, знаете, в результате чего? Капиталистическое кормление. Это другое рабство. Оно было. Оно, кстати, тоже возникло на привозном рабство. Но это же второе издание рабства получается. Да, второе издание. То есть, короче, не только политарный способ существует в разных. Неополитарный, старополитарный. Рабство, вот это античное рабство, которое привозное рабство, оно существует в двух вариантах. Один вариант – это античное миро, а другой вариант – он приранен к феодализму пока. То есть, это норма приранен к феодализму, оно как норма, в общем-то. Да, и, кстати, как только помните, привоз рабов был запрещен, оно очень начало помнить, деградировать и прочее. А как иначе? Наука выгодна. Да. В 1900 году он был запрещен. В 800. Так нет, запрещение – это не значит, что он прекратился привоз. Помните уже? Рабовая такая была выгодна после этой вещи, что даже рискуя жизнью шли на это. Ну, основное количество рабов, оно было за счет именно разведения рабов. Вы знаете, там были попытки, но, понимаете, не очень помогли. Хоть и основная масса… Все-таки еще 65 лет продолжалось, а в некоторых штатах продолжалось и после конца гражданской войны. А что защитило рабство? Нет, там уже рабство исчезло. Но возникли различные формы кабалы, там, долгопояс и прочее. То есть вынуждены были негры ориентовать на кабалы. Ну, что-то было сохранено рабство. Это уже не рабство. Понимаете, как кабалы, а было своеобразие. Сохранено рабство на достаточно длительный срок, потому что они в свое время проявили лояльность по отношению к северным войскам и разрешили им проход через свои штаты. Нет, это не так. Ну, я это слышал от Левчика, который специалист по истории США 19-го века. В частности, по полноценному рабству. Посмотреть очень интересная книга. У нас почему-то не пишут о том, что после окончания гражданской войны в течение нескольких лет на юге шла так называемая реконструкция юга. Когда были ликвидированы все парламенты, были начали военные коменданты-генералы, которые наводили там порядок. Которые делали так, что к власти были допущены и негры. А потом уже и сдала. Вот так. Так-то не так просто. Это если кто-то говорил, человек, который плохо знает историю Сеймера. А расизм тогда при капитализме, он же нарушает нормы капитализма. Потому что при капитализме все равны, а скамейки только для белых, школы только для белых до 80-х годов. Нет, это понятно. Вы знаете, пережитки феодализма в России были ликвидированы только после октябрьской войны. А в Америке? На первый шаг. А в Америке только актовала ликвидация рабства. То есть, формально рабство было и никому привезли. Другое дело, что земли-то рабам не дали. Их освободили. Значит, нужно было жить. Значит, нужно было что? Арендовать землю бывших рабовладельцев на условиях необычайности. Я слышу, что это тоже называют рабством, но это больше метафора, чем экономический смысл. Так же, как в России, говорят, сохранились перелетки крепостничества. Да не перелетки крепостничества. Кабала. Ростовщичество. Когда крестьяне вынужденные получали деньги в долг под летнюю работу. Ими нуждены были бросать свою работу, а работать на помещика, на полаках. Это не крепостное право. Но это другая форма. Это вот так, кто знает, с Кабала. С Кабала. А Юрий Иванович? В российской деревне, после Кабала, это не крепостничество. Но она была. То есть, есть другие формы, кроме рабства, капитализма и федоризма. А у нас, когда это происходит, то получается, пацану, гребенку-стребенку. Юрий Иванович, если мы признаем, что есть разные варианты развития капитализма, разные варианты развития... Да, вот два недокапитализма. Переверение и... Политарное общество и т.д. Почему нельзя признать, что есть разные варианты развития феодализма? Юрий Иванович, почему нет, скажем, феодализма в Испании не то же самое, что феодализм. Их все-таки были общие тенденции. А вот, скажем, той же Польши вровнении не было феодализма, никакого другой формы именно в этой стране. Вот и нам в чем дело. Да, еще есть время. То есть, форма господин раб, она универсальна. А все остальное, это только формы? Да нет. Ну, это кому можно считать? Другие системы, другие... Закономерные действия, что... При политаризме совсем не то. При политаризме крестьянина эксплуатировали, но он мог спокойно бросить куда угодно. По идее это его дело. Никто его держать ему не стал против. Никакого крепостности стоило. А вот раба, где можно было, помните, держать его, убивать и все прочее. Вот это было. Если все позади, ну, можно сказать, вообще универсально. Так, кстати, было. Был, по-моему, у нас только спорошли в 60-е годы. И некоторые советские историки пишут, что существует единая докопительная формация. Все это один черт, кроме капитализма. Ну, и все остальное будет. Так что была такая точка зрения, но она не верна. Как можно сравнивать тот же самый античный мир и Восток? Когда в античном мире деспотизм полный, манархия. А в античном мире разнообразие форм государственного устройства, так сказать, и демократия, и олигархия, и аристократия, и тирания и прочее. Разные совсем миры, понимаете? И у них разная экономическая основа была. А вы молитесь об этом. Кстати, у нас так и делают. У нас объявляли в УЗИ в учебниках, что и на Древнем Востоке, причем самое смешное. Скажем, когда я спрашиваю, ну, смотрите, вот страна Древнего Востока, а там рабов-то нет. Говорят, это, говорят, в ранней рабов было нет. Когда рабов нет совсем. В ранней рабов было без копчек. Смешно. Ну, так писали. А что делать? Надо же спасать было, в конце концов. Значит, когда рабов нет, а когда нет наемных рабочих, то ранний капитализм номера. Я так понимаю. Ой, сколько чпухи, когда у нас нахрен писали. Давайте Алексей Том. Вы можете охарактеризовать, в общем, если вот при построении социализма или коммунизма, какие вещи могут не отпасть от капитализма в первую очередь? А каким могут прям от нынешнего капитализма... Я думаю, что здесь только один способ, надо усвердить капитализм. Нет, 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 нет. Я имею в виду, просто есть капитализм сейчас там, есть базовая торговля, есть бар там, есть переменная торговля. И начинает строиться социализм как таковой. Может так произойти, что базовая торговля останется? Я считаю, что всегда классики Маркутин говорили, что между капитализмом и социализмом, это первая фаза, помните? Существует большой переходный период, где многообразие формы, где, так сказать, равные формы, вот такая вещь. Они так говорили, и я только могу это повторить. Может точно так, что вот если, например, стало не валюта, как валюта... Кстати, заметили, это, так сказать, при приторизме, возможно, была ликвидация денег, но не ликвидировали, что безбойтись не могли, вероятно, и в начале, так сказать, какие-то формы товарного производства сохранятся на пару до времени. Но рынок не будет господствовать, а будет господствовать плавно. А рынок будет играть всё более и более роль второстепенной службы. Ну вот и всё, так мы делаем. Я могу догадаться, понимаете? Уж нигде социализма, к сожалению, пока не строили и не построили. А надо сказать, что есть субъективные законы истории, я повторяю, что получают люди не то, что они хотели и желали, а иногда прямо против них. Объективный процесс. Только когда нужно пришло, они хорошо не касаются. А по какой-то теперь подмениться эти самые слова. Проект, один проект, капиталистический, восточный запад, это чистый вентилятор. А почему не во всех странах получило развитие рабовладения? Скажем, у нас тоже захваты репеления, но в скором времени их отпускают. Так рабы, вы знаете, рабы были в России, рабы были до 16 века. Если вы помните, было восстание под руководством Болотникова, да? Ведь Болотник-то был рабом халопом. Боевом халопом. Видимо, где некоторые говорят, что капитализм был всегда. А основание какое? Давай возьмите архивы, скажем, древних шумеров. Там вы найдете таблицу, где есть ряд хламений указанных, сколько человек отработал, сколько получил. Были наемные работы. А это что, капитализм? Только нет. То есть был наемный труд как предаток, основной другой формы эксплуатации. Так же рабство было как предаток, существовало. То есть многообразно, понимаете? Многообразно. Нужно отдалить. Иногда, в общем-то, есть несколько укладов. Один, обычное господство. Есть господский уклад, есть подчиненный уклад. И есть различные аудопридатки мне укладные. Вот это может быть. А если так, то можно что угодно доказать? Можно доказать, что и сейчас в Камдагестане рабство существует. Там до сих пор рабы, где в горных аулах, на них работают настоящие рабы. И бегут оттуда. И потом спасают. И потом... Так что нужно всегда учитывать, уклад есть или нет. То есть система отношений к этому укладу. И какой это уклад. Господь, то есть подчиненный. И придатки к этому укладу различного рода. Юрий Иванович, если существует политарное общество на Востоке, то все-таки была какая-то разница между древним политарным обществом и средневековым? Ну, потому что классическая советская историография первое относила к раболомерическому, второе к феодальному. Дело вот в чем, понимаете. Политарное классообразование – это первичные. А потом, обычно, в странах политарных началось вторичное расслойение среди крестьян. Одни с канадезосуточными, другие – бедными. Одни работали на других. А когда это началось? Да почему вообще-то так много. Когда? Особенно средние века. И тогда, значит, получилось два господственных класса. Один класс – это тот самый политарист. А другой класс, кстати, между прочим, был один из земли, на которых работали зависимые кабельные люди, понимаете. И вот здесь начиналась коррупция, потому что было с кого брать. Что с крестьянами? К тому же чиновников. А вот с тех можно было. А те брали стерк, понимаете. И, кстати, это крак его пусть разглядало. Общество нарушилось. Характерная черта востоколитарного общества был недолголечен. Огромная герба. Потом рушится на мелкие, потом снова начинается. Ну, возьмите, скажем, мастурили. Вначале было раннее древнее царство Гитлова, потом распад. Потом среднее царство распад. Потом новое царство, потом распад. И это почти везде, понимаете. То есть снова разложение и воспроизводство снова. И так же стоит постоянное топтание на месяц. Так ведь восток-то весь затоптал на 19 век. И когда говорят о капитализме, колониализме, вы знаете, колонизм играл не только никотим. Или никотим за нас говорили. Грабеж там за полное истребление на все было. А с другой стороны те же самые англичане. Не только грабили Индию. А строили железные дороги. Не для блага индийцев. Возьма перебросли на музыку. Чтоб подойти вовремя, понимаете. Строили порты. Потому что вывозить нужно и привозить нужно. Торговать-то надо, как говорят. Строили мосты. Да. Не было их раньше. Настоящие, европейские. Вот так. Продавали вузы, где обучали идейцы. Пусть не хватало только английского аппарата. И тем самым готовили независимую машину. И как назывался второй господствующий класс средневекового востока? Я его называю магнолистами. Как? Магнолисты. Магнолисты. Ну да. Короче говоря, суть-то в общем-то. Альтикопедализм. Человек полный собственных средств. Производ, теперь, с земли. А дальше на него кто работает? Во-первых, если у него есть рабы, он может посадить их на землю. Раз. Дальше есть долгники, которые отрабатывают на земле. Кабальники. Вот. Дальше можно... Различного рода арендаторы, которые попадают в зависимость. Вот, скажем, если взять Россию. Внутри число. Главной силой в имениях вот этих магнолистов были вот эти арендаторы. Которые могли заключить контакт, потом отменить, уйти и прочее, прочее. А это не феодализм и не креполизм? Это, ну конечно, не феодализм. И не креполизм. При крепостном праве же нельзя было. А вот тут можно было. Человек работал, скажем, на этом магнолист, а потом он покидал его, а когда контракт кончался, переходил к другому. Вот этот знаменитый Юрий, кстати. Кстати, это уже начало ограничения. Только по Юрьевым дням уже было переходить. А раньше было в любое время. Вот оно. Это что, феодализм? Ну нет, конечно. Ну и не капиталистическая аренда. А Калкузников тоже не могли уходить? А тут у нас было право в деревне. Они даже паспорта не имели. Помните? Причем не мог выйти из деревни. Он бездуховый паспорт. При Хрущеве имели паспорт. Теперь все в деревне только при Хрущеве. Вот сейчас иногда ругают Хрущева. Такой-сякой. Глупости на дело не мало. А при нем начали жилищные строительства. Люди получают квартиры. О чем мечтать раньше не могли. Крестья не получили паспорта. Вот так получили пенсию. А ведь не было в деревне пенсии такого. Наверное, вопросы иссякли. Наверное, вопросы иссякли. И время наше, к сожалению, тоже иссяло. Через 5 минут мы должны погибнуть в помещение. Поэтому давайте поблагодарим Юрия Ивановича.